Вот смотрите, Крем планирует устроить украинцам Новый год без света, значит они считают, что это рычаг, используя который можно изменить нашу точку зрения. То есть в их представлении это имеет значение. Наши ракеты уже долетают до Энгельса, значит до Москвы точно достанем. А почему бы вооруженным силам Украины не оставить на Новый год без света Кремль, Рублевку? Раз они считают, что это имеет значение, значит надо любезно попросить наших военных бахнуть по инфраструктуре Кремля и олигархов. Я бы так сказал, но это шикарная идея. Как говорил один киногерой, шеф шикарный план. Просто шикарный. Я двумя руками за. Если есть средства, которые могут достать до Москвы, надо в Москве поражать военные объекты. Там, кстати, их очень-очень много. А любой военный объект на территории России является легитимной целью для вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры. Поэтому, да, можем вполне наносить. По Арбатскому округу, то есть по генеральному штабу, можем наносить военный объект. По воинским частям, которые стоят в Москве и вокруг Москвы. Да, военный объект. Но мы не будем, вряд ли мы будем наносить удары по, допустим, трансформаторным подстанциям. Потому что это, вот это нарушение норм и правил ведения войны. Почему? Потому что, почему? Потому что это касается гражданского населения. Вот то, что вытворяет Россия в Украине, это военные преступления. Мы вряд ли будем эти военные преступления повторять. Военные объекты обеспоточить? Да, это легитимная цель. Поразить воинскую часть? Это легитимная цель. Тем более, там под Москвой развернули кучу. Прямо в полях на подступах Москвы поразворачивали расчеты систем противовоздушной обороны. Закрывают небо. Видимо, чувствуют что-то и боятся. Ну, поживем-увидим. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, пару дней. И это может дать нам ответ на наш вопрос. Будет ли курение в неустановленных местах с нарушением мер пожарной безопасности в городе Москве и его окрестностях? Или не будет? Посмотрим. Ваш слушатель из Харькова, не покидавший район Многострадальную Салтовку с первого дня войны. Я в каком-то из выпусков... В каком-то из выпусков вы говорили, что у дистанционного минирования есть определенное время действия. Скажите, насколько безопасно будет весной посетить любимую дачу, если стояли орки, а при вступлении якобы вели обстрел с дистанционным минированием? Если не брать в расчет возможные растяжки или противопехотные мины ручной установки, которые ГСНС, ГСЧС... Сейчас потихоньку обезвреживает. Спасибо за ответ и слава Украине! Ну, смотрите, максимальное время 72 часа. Вот через 72 часа они должны были самоликвидироваться, если самоликвидатор был установлен на этих минах. Если самоликвидатор установлен не был, значит их будут разминировать как обычные взрывные устройства с помощью саперов. И они уже определяют, каким способом их разминировать. А так, 24-48 и самое большое время это 72 часа, когда эти мины должны были самоликвидации. Но я не слышал, чтобы Россия ставила на самоликвидацию. Это не та страна, понимаете? Вот, честно вам скажу, тут даже можете не рассчитывать на гуманность или на порядок. Наоборот, они делают всегда так, чтобы как можно больше навредить. Поэтому я думаю, что вряд ли они взводили самоликвидаторы на вот этих минах дистанционного минирования. И они их, скорее всего, разбросали в надежде, что кто-то наступит и подорвется. И ему оторвет стопу, допустим. Это если брать противопехотную мину. Но противотанковая, она там с ней посложнее, потому что человек наступил на нее, он не подрывается. Усилия, как правило, надо побольше. Килограмм 100 и больше. Ну, противотанковая мина 160 килограмм усилия. Финляндия с Украины. У меня вопрос. Если Россия и Украина не объявляли друг другу войны, то о каких правилах ведения войны идет речь? В этом случае нет военных правил и законов, как я понимаю. А только уголовные гражданские преступления, которые могут быть переданы в суд. Да, в принципе, с точки зрения юриспруденции, вы фактически говорите правильно. Война существует де-факто, но она отсутствует де-юре. И, соответственно, в таком же контексте распастриваются ведения боевых действий. Они идут де-факто, но и оформлены, кстати, де-юре. Ведение боевых действий в условиях отсутствия войны, в условиях объявления военного положения. Россия вышла из этого тупика юридического или из этой юридической коллизии, объявив специальную военную операцию, которая подразумевает ведение боевых действий. Поэтому любые боевые действия предусматривают правила и законные правила ведения войны. Потому что это боевые действия. Поэтому тут двоякое. Как будут толковать юристы, очень трудно. Я не юрист, не могу вам ответить. Это вот, может, кто-то в комментариях напишет из юристов и подробно разложит вот эти нюансы. Но сам факт, суть я вам объяснил, что боевые действия, они обязывают соблюдать правила и законные правила ведения войны. Как их оформили в Украине и в России, я вам тоже рассказал. Как будет это все документироваться и подаваться в уголовном суде, в Международном трибунале против Российской Федерации? Ну, посмотрим. Вот, юристы, если есть, напишите. Я с удовольствием в комментариях зачитаю, чтобы все понимали, как это можно оформить.